У Юрия Ивановича Мазурова перерыв. Небольшой перекус и вот уже снова надо в путь. А пока проверить готовность вагона. Вот смотрим на колесную пару. Вот видите риски. Они должны будут идти на колесе и на бандаже совпадать. Если они сдвинулись, провернуться бандаж. Это неисправность страшная. Первый барнаульский трамвай стартовал 7 ноября 1948 года. Для послевоенного поколения это стало долгожданным подарком. Пустить электротранспорт должны были еще раньше, но помешала война. Первые вагоны были из блокадного Ленинграда. Деревянные, без отопления. Юрий Иванович работает на более современном, чехословацком. Хотя и эти уже история появились в конце 80-х. Кстати, даром, что трамвай ездит по рельсам. Управлять им особое ремесло. Особенно в холодное время года. Зимой особенности есть в работе сложности. Потому что юз бывает. Там идет юзом сильнее, чем машина. Стаж работы Юрия Ивановича на электротранспорте более 40 лет. Человек крайне скромный, хотя имеет звание почетного работника транспорта от Минтранса РФ. Сейчас, ближе к полудню, дорожная обстановка по 10 маршруту не слишком сложная. Но внимание на дорогу все равно стопроцентное. Главный напарник водителя – кондуктор. Она рассказывает, в другое время все не так просто. Стрелки приходится очистить снегом. Занесенные водители выходят, вручную переводят. Автоматические стрелки не работают. Они переводят вручную. Сегодня в Главном управлении Горэлектротранса чествовали ветеранов и лучших работников. Награды и памятные знаки получили больше 200 человек. Даже в эпоху новых технологий и космических скоростей трамвай остается еще долго останется простым, надежным и часто, учитывая пробки, очень даже скоростным средством передвижения. Я Кочетков, Александр Антропов, информационный канал Город.